Как мы выстраиваем нашу жизнь? Ну просто. Сначала рождение, детский садик, школа, затем выбираем профессию, идем в институт, а потом работаем. Но бывает так, что жизнь диктует свои правила, и получается так, что мы отучились на одну профессию, а работаем совершенно в другой профессии. Вот подобная ситуация случилась и у нашего сегодняшнего художника. Дело в том, что он отучился на юриста, а когда пришел на выставку, увидел эти все яркие красивые картины, он сказал, все, хочу быть в мире искусства. А ему же было на тот момент 30 лет. Вот о великие мастера однозначно сейчас скажут, ну какой после 30 лет художник? Да не получится, потому что тебе нужно закончить художку, потом академию, потом выставки сделать, потом еще куча, куча, куча всего, заслужить имя, и потом ты станешь великим. Ну, глупо все это на самом деле, глупо. Глупо, потому что вот тот, кто это говорит, у меня вопрос, он тоже такой же великий художник, тоже его имя знает практически весь мир? Не думаю, не думаю. Так что до каждой профессии нужно дорасти всему свое время, как говорится. Василий Васильевич Кандинский, друзья, сегодня речь пойдет о нем. Маленький Вася появился на свет в очень обеспеченной семье. Сейчас бы о его папе сказали, что он предприниматель и бизнесмен. За первые пять лет своей жизни Василий Васильевич Кандинский вместе со своей семьей исколесил всю Европу и всю Россию. Вот очень жаль, что в этом возрасте детская память, она не запоминает всего того, что увидела. А все-таки увидел он очень много. Вот столько денег они тратили на путешествия. А еще, как положено в богатой семье в обеспеченной, папа нанял Василию Васильевичу Кандинскому частного репетитора, который обучал его прекрасному музыке и рисованию. Ну, в музыке он учился, играл на музыкальности инструментов, а вот когда дело доходило до рисования, он любил смешивать всякие разные краски. Вот он просто получал от этого неимоверного удовольствия. И, как преподаватель говорил, ты смешиваешь то, что не нужно смешивать. Они не будут сочетаться между собой. Но Василий не слушал, он делал то, что ему хотелось. И я думаю, что именно в тот момент как раз в нем заложилось вот это зерно, зерно творчества, которое позже проросло. Однако Василий старший, то есть папа таланта, в маленьком сыне не разглядел. И он сказал, что ты подрастешь и будешь юристом. Так оно и получилось. В подростковом возрасте Василий Васильевич Кандинский отправился на юридический факультет. Но, как говорится, ни на своем месте долго не усидишь. Поэтому, когда Василий Кандинский уже получил диплом юриста, он однажды отправился на выставку, где увидел много разных всяких картин, таких ярких, с буйством красок. И Кандинский сказал, а я хочу свою жизнь посвятить искусству. И незамедлительно бросил право. Буйство красок в его работах не нравилось практически всем. Особенно преподавателю Мюнхенской академии искусств, где он, собственно, и учился. Из-за того, что вот между преподавателем и учеником возникло какое-то недопонимание, в отместку на это преподаватель дал ученику задание целый год писать только графику. То есть вот это черно-белые карандашики. Вы даже представить себе не можете, насколько Кандинский уставал. Уставал больше морально, потому что он просто нуждался в цвете. Поэтому бросив все, он организовал свою школу. И, знаете, желающих обучиться его мастерству нашлось предостаточно. Примерно через 10 лет он напишет книгу под названием «О духовном в искусстве». Это станет первым трактатом абстракционизма. Спустя пару лет Кандинский начнет работу над уже новым трудом «Точка и линия на плоскости». Он увидит свет в 1926 году. Нет, свет не тот, что в конце туннеля, а свет в цвете. На занятиях Василий Васильевич постоянно пропагандировал свободный стиль написания. Поэтому он очень часто находил недопонимание со стороны реалистов, кто пишет реалистичную живопись. А у него тут какая-то абстракция. Но надо отдать должное, что Кандинский был первопроходцем в абстракционизме. У каждой картины есть свой зритель и тем более свой обладатель. В доказательство того, что абстрактные картины не уступают реалистичным, в период с 1910 по 1920 год Кандинский написал произведения «Белый овал», «Белая линия», «Фуга», «Красная площадь», «Голубой сегмент» и «Знак». Вообще много он картин написал. И вы каждый узнаете. Если вам поставят 100 работ разных художников, вы обязательно разглядите в них Кандинского. Потому что у Кандинского свой почерк, своя такая вот подача, своего искусства, своего творчества. И это здорово. Уникальный почерк, узнаваемый художником класса. Ну вот, например, недавно картина Василия Васильевича Кандинского «Негнущаяся и согнутая» была продана на аукционе за 23 миллиона 300 тысяч долларов. Не слабо, правда? В общем, есть чему поучиться и есть к чему стремиться. Хотя, думаю, что при жизни Василий Васильевич Кандинский даже в смелых своих фантазиях не представлял такие многошестизначные суммы за свои произведения. А у нас есть еще интересные факты жизни художника. И о них нам расскажет Алиса Кузакова. А еще она погрузится в мир творчества Василия Васильевича Кандинского. Я думаю, я отмечу бутык. Все, у меня готово. Так, мне нужно получить охря коричневого цвета. Для этого мы берем чуть-чуть желтого и чуть-чуть коричневого. Пытаемся замешать. Цвета и музыка у Василия Васильевича тесно переплетались. И во время рисования он четко слышал аккорды. Однажды, усав от работы над одной из своих картин, Кандинский вышел на прогулку. В это время его гражданская жена строила уборку в студии, перевернув картину на бок. Вернувшись в прогулки, Кандинский не узнал собственной работы. Опустился на колени и проследился, утверждая, что это просто удивительная картина. Работа Кандинского – самый популярный бренд в России и за рубежом. Но с ним может посоревноваться только Малеевич, черный квадрат которого Энни Уорхол назвал иконой искусства 20 века. Но Кандинский все равно популярный. Картина с белыми линиями ушла на Ивановских торгах почти за 50 миллионов долларов. До 1974 года линии хранились в Третьяковке, откуда попали к иностранному коррекционеру, который предложил советским властям взамен на картину оригинала и письма Ленина. Сейчас еще осталось еще две провести. И уже будет все. Если ваша жизнь скучна, добавьте в нее цвета, цвета, музыки, формы и движения. Думаю, этот бы совет вам дал Василий Васильевич Кандинский. Ну а вы, если тоже решили стать художником, обращайтесь, я вам с удовольствием в этом помогу. С вами была Мария Нестерова, художник и любитель творческих экспериментов. До новых встреч, друзья! Пока-пока!